Здравствуйте, уважаемые телезрители! На АТВ программа «Открытый эфир» я Владимир Банчиков. Сегодня гость в нашей студии старший преподаватель кафедры прикладной математики и дифференциальных уравнений Бурятского государственного университета Олег Юрьевич Николаев. Здравствуй, Олег. Я все правильно сказал, да? Да, правильно. Потому что очень сложно для меня выговорить дифференциальных уравнений особенно. Давай поговорим об образовании. Это тема, крайне наболевшая в нашей стране в последнее время. Да, может даже и во всем мире. Я не знаю, за весь мир, конечно, судить не буду, но знаю про нашу страну. Проблема образования стоит очень остро. Я не знаю, каковы причины падения уровня образования. Раз, может быть, я ошибаюсь, но я выскажу за такую точку зрения, ну, как бы общую. Ты автор проекта «Центр экспорта образования». Ну, давай, прежде чем мы перейдем, собственно, к твоему проекту, вот как ты оцениваешь уровень образования тех абитурентов, студентов-первокурсников, которые приходят к вам в институт математики и БГУ? Разные студенты, по-разному подготовлены, с разных регионов. Контингент поменялся, в принципе, сейчас уже у нас нет такого большого количества, скажем так, из сельских районов. Половина уже, мы скажем, что из города. Разный уровень ЕГЭ, там по математике конкретно, получается, от 85 максимальный, там, может быть. Балов по ЕГЭ. Да, балов по ЕГЭ по математике до проходной, там, минимум, там, 40, 39, там, по минимуму, вообще. Ну, то есть, уровень срок все-таки падает, да? Разный уровень, разные люди поступают. В общем, нельзя сказать, что там, какой-то там… Но есть же какие-то общие оценки, наверное, все-таки даются же, ну, я не знаю, не в системе, допустим, высшего образования, но по системе среднего образования же есть, наверное, какой-то определенный уровень оценки, подготовленности тех выпускников, которые, допустим, приходят вот именно поступать на математические, ну, факультеты точечных наук, скажем так. Ну, как понять, уровень, конечно же, хотелось бы лучше, чтобы поступали там с более высоким баллами ЕГЭ. Но такой небольшой исторический факт. Я закончил Новосибирский университет, и он в этом году будет начать, сколько, 60 лет, основной? В 59-м году был первый набор, и первый набор университета был практически полностью составлен из строителей Новосибирского Академгородка. Просто строители, бывшие солдаты, строители там, вот они учились и одновременно проходили там подготовительные курсы, и потом уже поступили на первый курс. Так вот, с этого первого курса вышло очень много академиков, профессоров. Нормально получается, как учишь, есть какой-то небольшой материал такой, ну, сырой такой, маленький ЕГЭ там, ну, без разницы какой. Все зависит от самого человека, от желаний, от преподавателей. Можно научить любого человека, он молодой, 17-18 лет, спокойно может учиться. Проблем нету, потому что у нас, скажем, градация есть, элементарная математика, которая в школе предоставляется, и высшая математика, которая предоставляется в университетах, это маленько разные. Это не маленько, а сильно разные. Да, мы учим маленько другому, мы не учим, получается, там, запоминать формулы, там, что-то там складывать, умножать, мы учим, получается. Мыслите. Ну, как сказать, мыслите. Это широкое понятие, но правильно, правильно, получается, я считаю, учим, в первую очередь, но общая система образования учит правильно читать, правильно понимать задачи, которые пред тобой поставлены, правильно слушать, воспринимать информацию, правильно делать выводы, правильно говорить, писать. И потом это умение, именно умение, которое отличает человека с высшим образованием, тем более с математическим, от других, он адекватно оценивает ситуацию, принимает правильные решения и действует, достигает каких-то успехов. Хорошо, я, допустим, тебя понял. Конечно, образование такое. Ну и понятие очень широкое, нормальные люди учатся вообще всю жизнь. То есть те, которые чего-то хотят, которым вообще жить интересно, они всю жизнь учатся. Потому что в этом один из аспектов, так сказать, интереса к жизни, это познавать каждый день что-то новое. Что такое центр экспорта образования? Это очень такая тема, я считаю, достаточно интересная и необычная для нас. Мы привыкли к экспорту леса, газа, нефти. Это у всех на слуху. Все знают, за счет чего живет наше государство в основном. Экспорт образования. Что это такое? Это экспорт, по идее, образовательные услуги, по большому счету. Получается, мы предлагаем людям воспользоваться нашей системой образования иностранцам. Ну и в принципе-то можно расширить для нашего региона, получается, для жителей других регионов России, скажем так. Для иностранцев и жителей других регионов России. Если мы обучаем их здесь, для нас это экспорт. Мы экспортируем свое образование. Они, получается, приезжают, получают эту услугу. Мы им оказываем эту услугу, обучаем их. И потом они могут остаться, могут уехать. Ну, как по желанию, как получится. То есть, мы экспортируем свое образование. Я понял. Бурятский государственный университет готов к такому виду услуг. К экспорту и образованию. Я сейчас поуточню. Это в первую очередь, это обеспечение иногородних, о ком мы говорим, и иностранных студентов, общежитиями. А обеспечение их необходимой литературы, особенно это касается иностранцев, да, которые должны будут первый, ну, по крайней мере, год, как минимум, изучать русский язык. Изучить русский язык на уровне, ну, очень серьезном уровне. Для того, чтобы понимать то же самое дифференциальное уравнение, что это такое. И, естественно, квалификация профессорско-преподавательского состава. Вот эти три составляющие, вот как они на сегодняшний день, в каком они находятся в состоянии. Ну, я бы по-другому маленько расставил акценты. Маленько в другом плане. Но по поводу размещения иногородних студентов, в том числе и иностранцев, у нас есть такой жилищный фонд для размещения студентов, он с советских времен. Получается, там был норматив 30% иногородних студентов. Все наши вузы имеют общежитие, рассчитанное на 30% иногородних студентов. В данный момент по статистике из количества поданных заявлений, получается, на поступление 30% иногородних. Статистика, кто конкретно поступил иногородних, такой сильно у нас статистики нет. Потому что иногородние у нас проживают, в том числе и сельские ребята. Теперь такой момент по поводу размещения общежития, связан, получается, с действием, получается, системы ЕГЭ. Ну, а действует уже порядка, там, больше 10 лет. И за это время, ну, уже давно, уже достигнут показатель, там, почти сразу, может быть, там, чуть позже, количество выезжающих, то есть, получается, мобильность выпускников повысилась в два раза. То есть, количество выпускников, которые в советское время выезжали в другие регионы, там, учились, сейчас, вот, с введением, получается, ЕГЭ, количество увеличилось в два раза. Это статистика общероссийская. Какие-то вузы, регионы этим воспользовались. То есть, в Томске иногородних студентов 70%. Одно время он был лидером вообще во всей России, в Томске. Ну, Москва, Питер, там, получается, тоже под 70% сейчас. Хабаровск 50%, Иркутск тоже 50%, Красноярск, ну, там, другое, что 50%. У нас 30%. У нас 30%. Как было в советских временах, как осталось. Да, как осталось. Ну, это хорошо или это плохо? Ну, опять же, получается, что это плохо, если мы говорим об экспорте образования. Ну, как сказать. Низкий процент все равно. Ну, вот представьте себе, люди, откуда взялись люди, скажем так, 70% в Томске, иногородних. Ну, часть, получается, приехала из Бурятии. Конечно. У нас из Томска никто не приезжает в Бурятии, так вообще-то. То есть, получается, нашего посетителя в Томск, но и Томск хорошо работает с иногородними студентами, грубо говоря. Хорошо рекламирует себя, хорошо подвигает свой продукт и экспортирует свое образование на наш регион, грубо говоря. Да, сюда приезжает комиссия, это я сам знаю, выездные комиссии Томских вузов, здесь набирают наших ребят. Не ездят, как-то так. Ну, вот и получается, что вот это все, вещи-то взаимосвязанные, если мы хорошо учим студентов, школьников, они получают хорошие баллы ЕГЭ, и потом имеют возможность поступить в ведущие вузы России, они уезжают. Кто остается? Остаются с маленькими ЕГЭ, которые не смогли там поступить. Или по каким-то таким своим соображениям, потом, позже коснусь их, решили учиться в Лондоне. У них, может быть, высокие баллы ЕГЭ, там, так далее, но они решили учиться здесь. Могли уехать, конечно, но остались здесь. На данный момент система наша профориенционной работы всех вузов в Урятии, мы конкурируем между собой в ЭГУ, технологические, там. Сельскохозяйственные. Да, за те остатки, которые остались. Здесь мы ездим, получается, вот сейчас вот закончилась наша выездная отъемная комиссия, вот там постоянно участвую. Ездим по многим районам, поездил уже. Мы приезжаем и уговариваем, продвигаем свою услугу, получается, поступать. Образовательные услуги? Да, образовательные услуги. Людям, там, родителям, школьникам преимущества учебы, там, в БГУ. Ну, они нам показываются ЕГЭ, они там хорошие ЕГЭ, они там имеют реальную возможность поступить, там, даже в Новосибирском институте, там, в Московском институте. Как-то, ну, человек хорошо учился, заработал такие баллы, там, своим трудом, там, как-то, все, пожалуйста, может ехать. Должен спасибо сказать, что вы здесь хорошо научили, там, все нормально у него, пожалуйста, он может уехать. А мы боремся за тех, кто остался, там, маленький ЕГЭ. Вот эти люди, которые остались маленьким ЕГЭ, они нам роняют рейтинг, грубо говоря. И какой-то, видишь, выход из этой ситуации, который может переломить ситуацию, чтобы, вот, на самом деле, ребята из других регионов ехали учиться именно к нам. Вот что для этого нужно сделать всем, и правительству, в том числе, и республике Бурятия. Потому что я, ну, заинтересован. Сейчас мы коснемся от этой проблемы, почему наши вузы, ну, не сделали, получается, не создали такой жилищный фонд на большее количество, грубо говоря, студентов, чтобы привлекать. А была такая возможность материальная? А, думаю, что, опять же. Коснемся материальной возможности. Вот наши вузы, все ведущие вузы, они все федеральные. Наша республиканская власть, она региональная. Ну, вот, в Министерстве образования есть у нас отдел науки высшей школы. Он курирует, получается, это высшее образование, так у нас устроено, так получается. Ну, как он может курировать? Деньгами помочь не может. Потому что это разные уровни бюджета. Эти федералы, ну, и, получается, региональный бюджет. Напрямую мы, ну, республика никак не может оказать воздействие, там, помощи вузу, там. Ну, это понятно. Понятно, всем понятно. Да, всем понятно. Что, что, какой выход из ситуации вузы? Всем это понятно, но никто ничего не делал, то они, получается, собираются, как у них там, как, кстати, совещание проходит. Министерство образования с этими вузами, тоже присутствовало, они все там друг друга знают хорошо, прекрасно общаются. Город маленький. Да, ну, в смысле, как это, что будем делать, разговоры только единственное, что интересует вузы, это, получается, бюджетные места, которые они пробивают и сами. И через, получается, производство нашей республики, инвестиционные проекты, там, открытие новых специальностей, там, интересуют их, ну, там, педагогические кадры, там, заявки на выделение бюджетных мест. В принципе, вузам от республики больше ничего и не надо. Они как-то самостоятельные, полностью автономные, со своим, получается, бюджетом. И Бурятия, ну, в смысле, республика, ну, может, там, посмотреть, так вот, на ситуацию со стороны, подсказать что-нибудь там. Ну, а оказывать влияние не может. В 2015 году количество студентов у нас было в высших учебных заведениях 33 тысячи, в 2018 году 22 тысячи. То есть, упало на 50 процентов за три года. За три года, по-моему, это связано с закрытием филиалов, здесь у нас иногородних уузов, закрытием филиалов тоже, получается, и БГУ в том числе, в Бохань и Логинске. Ну, такие вот, все полностью накопилось, получается, и упало, и дальше, что, ну, сейчас идет приемная компания, приемная компания еще упадет, наверное, так это, вот. И вот такая ситуация сохраняется, вот, вузы, получается, испытывают большие затруднения по финансам. Ну, а как они хотят выбраться из этой ситуации, даже я не вижу, например, самостоятельно, как они могут выбраться. Как самостоятельно могут поднять свой рейтинг, как самостоятельно поднять там набор. Они должны, по идее, выходить на другие регионы, ну, просто денег нет, вот, БГУ там, и технологически ездят в ТУ, в Кызыл, приемные комиссии выездные там ездят. Много Тувинского научатся. Ездят, получается, в Агинск, и все на этом. А, по идее, могли бы брать и Хабаровск, и там. Ну, сейчас мы вообще на Дальнем Востоке. Да, мы очень на Дальнем Востоке, и, по идее, мы должны оказывать эту услугу на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке мы самые западные. Мы можем спокойно привлекать студентов, которые хотят, в силу каких-то причин, выехать из региона. Они уже смотрят. Ну, сейчас такой еще нюанс такой, связанный тоже, получается, с качеством образования, которое вы спрашивали. Качество образования у нас, в принципе, это стандартизировано, по большому счету. У нас введен единый, ну, совет, федеральный образовательный государственный стандарт в ГОС. В Федеральный государственный образовательный стандарт в ГОС, в ГОС, в ГОС-3, в ГОС-3+, в ГОС-3+, в ГОС-3+. Ну, это уже какие-то нюансы, варианты. Да. Все вузы проходят аккредитацию. В прошлом году мы проходили аккредитацию по профессорскому преподавательскому составу, по количеству наших публикаций, по количеству общежитий, по трудоустройству выпускников, по наличию аудитории, обеспеченности. Все полностью мы соответствуем. Этот стандарт действует уже тоже почти 10 лет. И все вузы уже, мы скажем, что прошли этот стандарт, все программы у нас стандартизированы. Что у нас, что там, искусский инвестиций, что как раз, сибирский федеральный, любой, это одинаковый программ совершенно, одинаковый набор часов, одинаковое количество там лабораторий, что-то там, составы, педагогические составы должны соответствовать нормам. По количеству докторов, наук, кандидатов, наук, пациентов, защищенных, публикации научных, участие в каких-то разработках, грантах. Все одинаковые, по большому счету. Что вы учитесь в Томске, грубо говоря, что учитесь в Красноярске, в Омске, что в ОМД. Программы совершенно одинаковые. И вот здесь на первое место выходит рейтинг вуза, его распиаренность, раскручивость, скажем так. Нет, я говорю, что у нас еще раз в этот момент, есть люди, которые поступают 85 баллов в ЕГЭ по математике. Он уступает в ОМД и поступает в БГУ на математику, учится. Разные люди учатся, спрашиваешь, а как вы поступили, как вы. Такие люди отвечают, а как разница учиться? Сейчас все доступно, по интернету можно посмотреть, что надо. Я здесь живу, мне здесь просто выгоднее жить и учиться здесь. Образование нормальное. Рейтинг, ну рейтинг, как бы сказать, искусственно занижен, получается. Искусственно занижен, потому что мы работаем, получается, в маленьком поле в Бурятии, с которой люди уже уехали с высокими ЕГЭ, а мы добираем остатки. Если бы другие приезжали к нам к людям, у нас бы автоматически вырос бы рейтинг. То восполнялись бы. Восполнялись бы, да. В кадровом отношении в первую очередь. Потому что у нас все говорят на всех уровнях, что у нас кадровый голод. Просто страшенный начинает. Кадровый голод чего? Именно в кадрах, в том же правительстве. Об этом сами говорят и министры, и глава республики. Этого не скрывает. О том, что у нас кадровый голод. Ну ладно. Это маленькая, это... Не знаю, какой-то кадровый голод. Голод, я говорю про образование, скажем так. Откуда берется это все? Вот образование, получается, люди заканчивают здесь в БГУ, учатся нормально. И потом могут уехать, например. Могут они уехать сразу после школы, могут уехать после получения образования, могут потом уехать. Такой процесс выезда из вулики получается есть. Отношение к нему у нас немного поражает. Типа уехал на человеку из вулики, там хорошо устроился, и начинает говорить, я такой хороший, здесь у нас ничего нету в Бурятии, короче, уезжайте там, там лучше, я такой герой. Ну, тоже спасибо сказать, этот человек, мы здесь его научили, дали ему там знания, здоровье его там подержали, здесь остались люди там тоже. Олег, ты проблему нарисовал, я думаю, что сейчас очертил, скажем так, люди не задумываются, очень многие наши телезрители, к сожалению, время программы подошло к концу. Но, по традиции, я хочу предоставить тебе слово, обратиться к нашим телезрителям, к тем, ну, ребятам, в первую очередь их родителям, конечно, которые сейчас определяются с выбором, где, куда пойти учиться, скажем так, пожалуйста. Хорошо. Надо все-таки при выборе вуза, там, место, где будете жить, где будете там работать, делать все-таки осознанный выбор и понимать, что Республика Бурятия – это хорошее место, это место, получается, откуда можно, ну, грубо говоря, это стартовая площадка, но в Бурятии всегда была стартовая площадка. Это, на самом деле, транзитный регион. Мы живем, получается, на границе между, на границе. Ну, мы не должны считать, что мы живем, защищаем границу. Ну, вот мы открываем границу. Мы должны, получается, выезжать спокойно. Здесь нет ничего такого крамольного, там, или хорошего, там, плюсы, или нет. Это стандартно. Уехал, приехал, другие приехали. Пусть другие приезжают. Не нужно говорить, получается, просто у нас там и в правительстве говорят, мы должны обеспечивать выпускников там рабочими местами, должны обеспечивать там привлекательность инвестиционную и так далее. У нас люди вот ездят в центр экспорт, ездят в Китай. Заключили там четыре контракта, что ли. Я думаю, по большому счету, они могли бы, сказать, привлечь больше инвесторов для России через Бурятию. То есть, получается, они были создать здесь, получается, такой небольшой площадку, чтобы люди адаптировались к России, узнавали, получается, законодательство, язык, изучали традиции, взаимодействие и стартовали из Бурятии дальше по России. Так была у нас кяхта та же самая. Мы живем на границе, и это не пользуемся никак. Вот экспорт образования направлен на то, чтобы это был старт. Из Бурятии надо делать стартовую площадку. В общем, а не тупик какой-то, что мы все, давайте сюда соберемся и отсюда не будем выезжать. Только не понимая этого момента. Мы согласен с тобой. Спасибо большое, Олег, за участие в программе. Очень интересные у тебя мысли, спорные, безусловно, но интересные, и, я думаю, достаточно перспективные. Спасибо большое еще раз. Уважаемые зрители, я напомню, что гостем программы «Открытый эфир» был старший преподаватель Института математики и информатики Бурятского государственного университета Олег Николаев. Я, Владимир Манчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.